Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сейчас пришло время посмотреть на то, что происходит на финансовых рынках. Тема сегодняшнего эфира – основные риски для российского рынка акций. Но я думаю, мы, как всегда, поговорим о рынках в целом, о рынках не только российских, потому что это тоже нас с вами интересует. Сегодня я представляю своих гостей. Сегодня в студии сухого остатка Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордеа Банка. Добрый день, Владимир. Здравствуйте. И в студии Константин Комиссаров, начальник аналитического управления ЛОКО Банка. Добрый день, Константин. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы и делитесь собственными мнениями на этот счет. Ну и начиная традиционный эфир, я рисую картину маслом 1505 в Москве. И так что же к этому времени произошло на финансовых площадках? Начинаем с закрытия Америки вчерашнего. Оно оказалось отрицательным. Ну, в принципе, тут все единодушно сегодня падают, наверное, начиная со вчерашнего закрытия Америки. Итак, индекс Dow Jones потерял 0,7%, S&P 500 и 0,5% и NASDAQ 0,4%. Азиатская сессия Nikkei 225 чуть больше 2%, Shanghai Composite почти 0%. Европейская сессия FTSE 100 падает сейчас в моменте на 0%, ну и практически не отстают наши индикаторы. Пол процента теряет РТС, почти процент теряет ММВБ, рубль, да, торгуются в диапазоне. Смотрим на сырье и на Форекс. И вот здесь, наверное, да, некая парадоксальная история. Не обновляется у меня. Некая парадоксальная история. Цена на нефть растет при всем при этом. Нефть марки Brent 109,60 за бочку, Light 107,20. Золото тоже в диапазоне, 1335 за унцию. И индикатор валютного рынка евро-доллар 1,3284 сейчас. В общем, вокруг 33 фигуры, вот уже который день ходит. И набор голубых фишек сегодня также однозначен, но также имеется в виду, как и все остальные, да, сегодня истории. Остальные тенденции. Сегодня все в красном. Я так понимаю, что вот три дня поросли и сегодня начинают, да, этот небольшой заработок фиксировать участники рынка. Смотрим. Итак, АвтоВАЗ теряет почти 2%. Пол процента Газпром, ГМК Норникель чуть больше процента. Акции МТС снижаются на 2%. Полтора процента теряет Ростелеком. Ну, в общем, так единодушненько все, единодушненько. Напомню, сегодня четверг, завтра 5, кончая недели, может, с этим связаны. Действительно, Валерий, да? Поросли, поросли и хватит. Ну что ж, основные риски. Значит, если позволить, о рисках чуть позже мы поговорим. Валерий, тебе первый вопрос. Что происходит вообще на рынках сейчас, ну и на нашем в частности? Если брать самый короткий масштаб времени, вот за последние дни, мы имели 2 дня роста, ну такого среднего, конечно, но тем не менее рост, поэтому какая-то фиксация прибыли, в общем-то, не является чем-то удивительным. Это вполне естественное явление. Если брать более, так сказать, дальнюю перспективу, вернее, ретроспективу, ну я, наверное, хотел бы начать где-то с конца июня. Вот помните, когда у нас было локальное дно, на опасениях, что Федеральный резерв начнет сокращать программу КУИ-3. Там была такая мини, ну или средняя коррекция, можно так сказать. После этого был рост, потом опять падение небольшое, сейчас опять рост. В принципе, мы находимся сейчас где-то с начала июля месяца в стадии консолидации. Ну, скажем, если по индексу ММВВ смотреть, где-то в районе 1400 такая условная осевая линия, и вокруг нее идет, происходят вот эти движения, то вверх, то вниз. То есть речь идет о консолидации рынка, и в принципе, я так думаю, что все основные участники рынка, такие крупные инвесторы, зарубежные в первую очередь, они все-таки ждут, что будет делать Федеральный резерв. Первые, сами знаете, уже все эти слова говорили, первые серьезные опасения, что это все начнется, сокращение программы КУИ-3 в сентябре, есть более дальние точки зрения, имеются в виду и октябрь, и ноябрь, и кто-то даже декабрь называет. Но, тем не менее, никто не может предсказать, как все это отразится на финансовых рынках, как на экономике, слова там можно разные говорить, а вот реальный тест произойдет, видимо, в сентябре, все ждут. То есть вот этот диапазон, о котором сейчас Валерий говорит, Константин, это диапазон, это, собственно, такое некое ожидание, событие, некого драйвера, который может все-таки рынок куда-то, в какую-то сторону хотя бы направить. Ну, собственно говоря, этот диапазон, он наблюдается уже, наверное, последние несколько лет, плюс-минус. Опять-таки, если смотреть с разных временных дистанций, вот такой диапазон или вот такой, или вот такой, все равно диапазон. Ну, внутри, скажем так, индекса происходят достаточно разные любопытные тенденции в отдельных бумагах. Условно говоря, наверное, мы можем говорить о том, что устойчиво выделилась группа из там пяти, шести, там может быть, имитентов, которые любят западные оставшиеся инвесторы, магнит, МТС, мегафон, может быть, ОК, Яндекс. И какие-то притоки, которые происходят, аккумулируются в основном в этих бумагах. Наверное, мы также можем говорить, что подавляющее большинство акций на российском рынке неинтересны никому ни на каких мультипликаторах. Это и включая голубые фишки. Включая, да, в первую очередь голубые фишки. Наверное, мы можем говорить, что очень много происходит чисто технических движений, связанных с различными шортсквизами. Вот, допустим, бессмысленно, на мой взгляд, искать какие-то объяснения последних колебаний на рильского никеля. Была попытка сыграть на понижение, не удержали, шортсквиз, отскок. Ничего из этого не следует. Ну и, наверное, имеет смысл говорить о том, что там более глубокие эшелоны, они, в принципе, мертвые, ну, по большому счету, как класс. Более глубокие эшелоны, да, мертвые как класс. Ну, а если возвращаться вот к внешнему фону, действительно, может быть, да, ожидание событий в Америке, выступление там в августе планируется, выступление Бернанке, или там сентябрьское заседание Федрезерва, может какое-то направление всем площадкам задать? Ну, на мой взгляд, ситуация с программами Куи, она достаточно ясна. Мы можем долго спорить о том, когда произойдет их сворачивание в сентябре, в ноябре, в декабре. Но, по сути, ясно, что программа подходит к некой своей логическому завершению. Вопрос в том, что при этом американские фондовые рынки стоят на многолетних максимумах, и, соответственно, любая коррекция техническая по своей природе там, она может вызвать очень серьезный, как бы, уход от рисков по всему миру. Когда говорят, когда на Улл-стрите кто-то чихает, мир заболевает гриппом. Ну, вот, наверное, что-то в таком плане. Ну, то есть мы ждем, да, как это неромантично звучит, мы ждем этого чиха. Ну, это зависит от той стратегии, которую вы придерживаетесь. Допустим, мы считаем, что нам лучше придерживаться консервативной стратегии и работать только с fixed income, мы не видим какого-то большого value в финансовом рынке. То есть фондовый рынок, в принципе, сейчас неинтересен вам, да? Нам, как институциональному инвестору, нет, неинтересен, потому что вопрос вылавливания маленьких колебаний, он, но это все же удел мелких спекулянтов, когда портфели более-менее там большие, то это в большинстве случаев невозможно сделать. — Я понял. А как в Нордебанке смотрят сейчас на рынок акций? Он, в принципе, да, как бы интересен с точки зрения зарабатывания денег? — Ну, мы смотрим на это глазами наших клиентов, помогаем им как-то определяться в своих направлениях. У каждого своя позиция, у каждого свои инвестиционные цели, поэтому чего-то универсального нету, я могу сказать. Я просто могу высказать свою личную точку зрения, что я согласен со своим коллегой, в том плане, что в таком краткосрочной перспективе пытаться что-то серьезное сделать на рынке сейчас, действительно, маловероятно, что получится какой-то результат. Тут уж если все-таки входить, то надо закладывать в более дальнюю перспективу, имея в виду, что вот если все надежды на экономический подъем и в Европе, и в том числе и в России, не побоюсь так сказать, потому что новый министр экономического развития все-таки верит, что у нас произойдет какой-то подъем. — Верит в чудеса. Так песня звучала. — Ну, если, опять же, если предположить, что инвестор все-таки на это закладывается, это его право, в конце концов. — Безусловно, безусловно. — Да, то в этом случае, конечно, он сейчас может обратить внимание на какие-то отдельные бумаги, которые связаны именно с экономическими циклами. Ну, в первую очередь, металлургия. Вспомните, на прошлой неделе первая уходит, вернее, не первая, а выходит положительная макро-статистика по Китаю, которая дает какие-то первые надежды на то, что в Китае начинается какой-то разворот вверх, и сразу же идут вверх все металлургические компании. Они не только у нас пошли, они по всему миру пошли. Американские, европейские в том числе. То есть инвесторы все-таки смотрят, и как только появляются какие-то основания, надеются, что экономика начинает показывать улучшения, в Европе в первую очередь, в Китае тоже, то тогда они все-таки... — Я соглашусь, кстати, вчера предварительный ВВП за второй квартал по Европе вышел лучший ожидание, тем не менее, положительной реакции мы не видели. Сейчас прервемся новости на Финам.фм, потом подойдем. Ну что ж, продолжим эфир. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам.фм. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Валерий Евдокимов, главный аналитик Норда Банка, и Константин Комиссаров, начальник аналитического управления Лока Банка. Мы говорим об основных рисках для российского рынка акций. Ну и я так понимаю, что риски эти такие достаточно универсальные для любого рынка акций, все же, наверняка. Вот я сейчас, пока мы слушали рекламу, попытался тут списочек-то составить. Ну и это, прежде всего, Федрезерв. От него основной риск идет по всему миру. Как этот носитель вируса основной, да, Кость? Основной носитель вируса – Федрезерв. Дальше мы говорим о Китае, дальше мы говорим о Европе, ценах на сырье, ну и ситуация внутри России, наверняка тоже будет связана еще с национальной валютой, с ее перспективами, да, движения этой самой валюты. Вот это все мы давайте сегодня попытаемся обсудить. И, Валер, прервались мы на новости, вот ты про Китай поговорил и про Европу. Действительно, нет ли некого парадокса, а может быть просто цифра недостаточно серьезная. Вчера, я еще раз напомню, вышла статистика по ВВП, предварительная, да, за второй квартал. Она оказалась лучшее ожидание, ожидание, там, по-моему, консенсус был 0,2%, а вышло 0,3%. Хотя в ленте новостей сегодня я читал, ну, видимо, позиции разные, горячие умы, или, как говорят, горячие головы закричали, что ура-ура, Европа выходит из рецессии. Показатели 1,1%. Ну, здесь, наверное, лучше все-таки вычленить алименты этой статистики, в первую очередь посмотреть на крупнейшую экономику Евросоюза – это Германия, вот именно она показала вот это небольшое превышение против ожиданий, это вселяет надежды. И, по-моему, Франция тоже дала такой позитивный результат. Там небольшой, конечно, рост, но, тем не менее, это тоже вселяет надежды. Если две страны, которые основную нагрузку, как бы, финансовую, экономическую себе несут, то улучшают свои показатели, то, естественно, Европейский Союз в целом тоже будет… В их статистике Европейского Союза это тоже будет так или иначе отражаться. Учитывая, что в проблемных странах уже, по всей видимости, или будем надеяться, что самый острый период пройден, вот, то есть ниже падать некуда, поэтому они уже серьезно статистику Евросоюза не ухудшатся. Вот. Ну и с этой точки зрения, вот эти неоднократно высказываемые надежды, оценки видных европейских деятелей, политиков, экономистов, финансовых руководителей, о том, что во второй половине года все-таки ожидается серьезное улучшение, ну, не серьезное, можно сказать, улучшение. Ну, хотя бы. Просто улучшение положения дела в экономике в Европе, это, конечно, может способствовать тому, что это и передастся некоторые импульсы на наш рынок. Это, я говорю, как раз пользует той возможной стратегией, если сейчас, например, входить в компании циклических отраслей, ну, конечно, у нас это в первую очередь металлургия. То есть она наиболее пострадала за последнее время, за последние месяцы. Акции довольно сильно все дисконтированы. Поэтому, если есть люди, которые готовы рискнуть, на это можно посмотреть, обратить внимание на металлургии. Ну, рискнуть в том плане, что быстрого, да, наверное, результата... Быстро не будет, конечно. Через неделю не будет, через месяц тоже не будет. А вот, скажем, через несколько месяцев, может быть, к концу года, когда вот состоится, возможно, состоится вот эта коррекция, долгожданная на американском рынке, возможно, на выходе из коррекции уже появятся результаты. Я понял, я понял. Кость, твой взгляд на вещи, я так примерно предполагаю, что, учитывая, да, вот то, о чем ты уже рассказал, рынок акций не очень интересен сейчас, в принципе. Ну, и учитывая, что месяц август, это месяц такой, как говорят, относительно спокойный, достаточно спокойный, наверное, можно, в принципе, наверное, было бы забыть об активной торговле и поехать куда-нибудь отдыхать, позагорать. Вот в Египет, например, то, о чем мы говорили. Не дай бог, конечно. Я думаю, что навряд ли. Не дай бог, конечно. В этом смысле, да, вот риски со стороны, риски со стороны, ну, Америки мы поговорили, Европа и Китай. Насколько ты их актуально сейчас, вот в данный момент оцениваешь, что они могли бы каким-то образом, да, оказать влияние на российский рынок в том числе? Ну, по Европе, на мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы из первой статистики, да, ожидания могут формироваться, рынки всегда работают на опережение, это все понятно. С фундаментальной точки зрения я не возьмусь, пока сказать, выходит Европа из рецессии, либо не выходит. Я думаю, что навряд ли это вообще кто-то может сегодня сделать такие заявления. Похоже на то, что Штаты каким-то образом постепенно поднимаются. По крайней мере, для такого суждения есть больше оснований. Китай. Сложный вопрос. Многие специалисты, во-первых, говорят, что макроэкономическая статистика не до конца достоверна. Но в целом из того, что мы видим, наверное, конечно, замедление Китая – это основной фактор негативный для российского рынка, потому что, будучи основным приобретателем огромного спектра сырьевых товаров, в частности металлургических, ну, с точки зрения сырья для производства, конечно, Китай в последние 10-15 лет формировал высокие цены на все коммодитисы, что производятся здесь у нас. – Ну, то есть смотрим мы на Китай с надеждой в какой-то степени, потому что пока еще робкие такие, да, робкие сигналы о том, что Китай нащупал под ногами почву и будет… – Глобально ведь на самом деле вопрос состоит в том, сможет ли Китай поменять свою парадигму развития и превратиться из мировой фабрики каким-то образом на внутренний спрос переориентировав как бы вектор развития. Получится, не получится, можно очень долго гадать, спорить. – Ну, мы гадать не будем, наверное, а вот если просто предположим, да, что действительно Китаю это удалось, это риск для российского рынка, ну, для российской экономики в том числе, потому что, так сказать, вспоминая то, о чем ты только что говорил, да, вот этот предыдущий экономический рост Китая во многом, так сказать, давал возможность, да, и России чувствовать себя неплохо. А если Китай сейчас замкнется на неком внутреннем, да, на внутреннем потреблении, что будет в России? – Да нет, но это в любом случае будет гораздо лучше, если Китай просто начнет тормозить, это понятно. Вот. Что касается воздействия на Россию, вот в случае переориентации на внутреннее потребление, понимаете, в Китае очень многие индустрии находятся в состоянии, промышленной индустрии в состоянии жесткого перепроизводства, и та же металлургия. Просто было построено такое количество плавильных мощностей, и все это было ориентировано на внешние рынки, скорее не на внутренние. Под все это дело нужна руда, сырье, угли, и т.д., и т.п., под нефтехимию нужны там свои продукты. Все это Китай брал с внешних рынков. Австралия, Россия, Бразилия. – Ну и таким образом поддерживая как раз эти рынки. Как все это изменится, если Китай переориентируется в чистом виде на внутреннее потребление? Ну мы видим, что компания «Магнит», допустим, там растет все посткризисные годы, а НЛМК падает. Ну вот. – Ответ на этот вопрос, да? – Здесь может и вот такие истории происходить. – Совершенно верно. Валер, твое мнение по поводу того, да, сможет ли Китай действительно, так сказать, новую модель экономики у себя запустить, внутреннего потребления, насколько это реально? Ну и, естественно, риск отсюда для России. – Ну, во-первых, надо понимать, что учитывая масштабы Китая и то, что мы говорим о стране в целом, о страновой экономике, понятно, что переориентация – это будет не мгновенный переход, это будут процессы достаточно длинные, там будет много этапов, на каждом этапе будет производиться проверка ситуации с тем, чтобы можно было что-то поправить, если будет идти не так. Наверняка будут советы давать. Не только изнутри, а извне тоже, со стороны поставщиков сырья, со стороны поставщиков технологий, со стороны инвесторов. Так что, я думаю, бояться, наверное, этого не стоит. И, может быть, даже это положительный момент. Вопрос, как Китай сможет это сделать. Ну вот, например, интересную такую статью недавно читал. Учитывая, что в Китае недостаточно развита пенсионная система, там достаточно высокая норма сбережений, имеется в виду, что люди, пожилые люди просто откладывают деньги, потому что, ну, другого варианта у них нет, каким-то образом прожить. Но в то же время надо помнить, что в Китае пока существует политика одна семья, один ребенок. Как только они дадут послабление в этом плане, появится дополнительный, так сказать, прирост населения. И вот эти сбережения, они, ну, хотите, не хотите, они, попросту говоря, пойдут в потребление. Совершенно верно. Их быстро съедят. Да, ну вот сидят или нет, тут трудно сказать. В буквальном смысле слова. Опять же, быстро тут тоже нельзя говорить, что этот процесс тоже будет, который может займеть какое-то количество даже лет. Скорее всего, так оно и будет. И я думаю, что вот этот потенциал тоже может сказаться положительным. Мы смотрим в аспекте нашей экономики, в первую очередь. Вообще сырьевых экономик. Это может сказаться положительной на нашей экономике. То есть, скорее будут решаться вопросы, китайцы будут более сговорчие вопросы цены на нефть. То, что сейчас Роснефть пытается договариваться, они все-таки как-то сопротивляются, ставят на своей цене. Вопрос с поставками газа. Это второе направление, то есть, вы знаете, что Газпром пытается все-таки, наше руководство, открыть второй канал поставок, крупный, значит, по сравнению с Европой, с тем, чтобы все-таки мы не зависели от одного потребителя. Тоже будут быстрее вопросы решаться. То есть, наша экономика получит дополнительные выигрыши от этого. Но опять же, это процесс будет. Да, это процесс длительный. Да, совершенно верно. С интересом мы смотрим, тем не менее, традиционно в сторону Азии и, в частности, на Китай, потому что очевидно, что во многом риски для российской экономики находятся там. Я бы так сказал, что риски, скорее, положительные. Риски и надежды на доходность. Если мы посмотрим на предыдущие, скажем, там, 10, 15, 20 лет, мы практически все зависели только от одного, от США. Сейчас у нас появляется зависимость от трех источников. США, Европа и Китай. А, кстати, это хорошо, на твой взгляд, да, такая диверсификация риска такая? Да, конечно, это всегда лучше, чем зависеть от одного, потому что, ну, сами понимаете, если у кого-то пойдет что-то не так, ну, есть надежда, по крайней мере, что другой поправится. Ну, в частности, вот опять возвращает. Хотя бы надежда есть, да, уже лучше. Уже хорошо, уже чем-то можно жить. Возвращаясь к тому, о чем сейчас ты говорил, да, вот вспоминая, допустим, тот же «Газпром», да, ориентировались на Европу, Европа вот нехорошо себя чувствует. Ну, давайте посмотрим на Китай, может быть, там будет лучше. Хорошо, спасибо, но сейчас еще раз мы прервемся. Новости на Финам.ФМ и потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы «Основные риски для российского рынка акций, для российской экономики». Мы обсуждаем это в студии с моими гостями. Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордая Банка и Константин Комиссаров, начальник аналитического управления ЛОКО Банка. Уважаемые слушатели, я напомню и вам. Телефон студии 6510-996, код «Москвы-495», сайт компании «Финам.ФМ». Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, ну и, собственно, если есть желание и возможность, поделитесь собственными мыслями насчет того, где, в чем вы видите, да, с какой стороны вы видите основные риски для российского рынка акций, ну или для российской экономики, если посмотреть на это более широко. Напомню, что первые 30 минут программы мы, в принципе, уже выяснили, да, некий внешний фон, а именно Соединенные Штаты Америки, Европа и Китай создают эти риски, ну или надежды, как правильно сказал Валерий, некие надежды. И, кстати, я еще раз подчеркну слова Валерия Евдокимова. Раньше мы зависели от одной экономики, да, Соединенных Штатов, а сейчас мы зависим от трех экономик, и это лучше, потому что где-то, может быть, да, если у кого-то что-то там в одном месте, да, сорвалось, то есть надежда, что в другом месте будет лучше. Итак, говорим о действительности российской, ну и темы, извините уж, ежедневные, и вам наверняка уже устали вы, да, обсуждать и на работе, и вне работы эту тему, но тем не менее она актуальна, и так ситуация на рынке российском с точки зрения рубля, я напомню, сегодня он несколько укрепляется после вчерашнего локального падения, значит, вчера был 33,20 стоил доллар, 33 рубля 20 копеек, сейчас в моменте я смотрю на спот 32,95 стоит 1 доллар, то есть рубль несколько укрепился. Насколько это вообще серьезное укрепление, ну и говоря о перспективах, что нам ждать, значит, в ближайшей или в средней сочной перспективе. Валерий, на твой взгляд. Ну, я бы начал бы свою мысль с доклада аналитиков Центрального банка России, который был публикован несколько дней назад, о денежно-кредитной политике. Там есть два таких момента наиболее интересных, может быть, для участников рынка. Первое, это то, что говорится, что ожидать какого-то укрепления существенного рубля, именно укрепления во второй половине года не приходится за счет определенных внешних факторов. И второй момент, это уже касается ожиданий по поводу возможного снижения или не снижения процентной ставки. Ну, вот возвращаясь к первому такому моменту, я думаю, что вот это высказывание, плюс, если вы вспомните, в июле месяце министр финансов говорил о возможных покупках иностранной валюты. Минфинам, да, ну мы ждем, да, это конец августа. Национальные фонды, да. Вот эти два момента, они, конечно, влияют на участников рынка каким-то образом. И вот мы наблюдаем вот такие вещи, как в том числе отток капитала. Конечно, здесь еще и сказывается экономическая ситуация, которая у нас вот недавно статистика выходила. Вы знаете, первый квартал 1,6. По второму кварталу Минэкономразвития предварительно оценку давал 1,9, ну, хоть небольшой, но рост. А на самом деле, вот, точненная оценка 1,2, это тоже способствует к ослаблению рубля, к оттоку капитала. Ну, с нашей точки зрения, вот я имею в виду со стороны моих коллег в банке, которые непосредственно занимаются валютным рынком, я проконсультировался у них, есть предположение, что, скорее всего, чего-то сильного от всех этих явлений не будет, ну, наверное, максимум мы можем увидеть где-то рубль-доллар, порядка 34. После этого, вполне возможно, осенью, ну, как все ожидают, начнет работать, начнет уменьшаться программа QE3, это будет способствовать, с одной стороны, укреплению доллара, с другой стороны, ослаблению евро. А в итоге, так сказать, вот, ослабление евро, с точки зрения, вот, взвешенного влияния на корзину, может, сказать, на небольшое укрепление рубля, небольшое на укрепление. То есть, в итоге, мы можем видеть откат опять к уровню 33, может быть, даже 32, уже где-то до конца года. Я понял. Я понял. Это был первый вопрос. Второй вопрос, касаемо ставки, ну, чуть позже, потому что я хотел бы сейчас мнение Константина услышать. То есть, кстати, вот, значит, вспомнил, Валера, да, и про обещание Минфина, которое в июле было озвучено, да, ну, и про текущую ситуацию. И, опять-таки, возвращаясь, да, к разговору чуть выше, когда ты абсолютно верно заметил, что движение на рынке во многом формирует ожидания, да, вот, я чего-то жду и уже действую на ожиданиях, еще этот факт не свершился. Вот то, что происходит сейчас, это результат этих ожиданий, как ты думаешь? Ну, я думаю, что касается рубля, нет, скорее, здесь еще надо отметить большие дивидендные выплаты, которые сейчас идут, как раз перечисления за границу. Это тоже спрос на некую валюту, скорее, некие такие локальные вещи, отпускной период, тоже некий повышенный спрос. Да, в это время именно спрос на валюту, да? Да. В целом, я придерживаюсь немножко другой точки зрения. Я считаю, что, наверное, тенденция к ослаблению рубля будет сохраняться. Сложно сказать, до каких уровней. Думаю, что 34 можно рассматривать как некий таргет, может быть, выше, насколько, ну, здесь гадать всегда очень сложно. Я исхожу из того, что, может быть, уровень 34-36, он был бы, ну, это тот диапазон, который устроил бы всех субъектов экономики. Мы, как потребители, с одной стороны, не сильно потеряли бы в нашей покупательной способности экономика, особенно экспортно-ориентированная, та же металлургия, которая упоминалась, получила бы некое облегчение за счет девальвации. Опять-таки, вы знаете, что в правительстве сейчас ищут пути решения, каким образом можно стимулировать через снижение или ставки. Но мое мнение, что по совокупности причин, как ни крути, самый простой способ, действенный, недейственный, краткосрочный, и долгосрочный, это, конечно, некие девальвационные войны, собственно говоря, что мы видим и во многих других странах. Совершенно верно. Поэтому думаю, что здесь тренд будет сохраняться, ну, естественно, не прямолинейно, но в целом мы разговаривали еще весной с вами, говорили о том, что, наверное, рубль будет слабнуть. Он не идет, как жалуются наши дилеры, там, условно говоря, по 50 копеек в день и вот так на протяжении двух недель. Но они жалуются почему? Потому что им хочется побыстрее результат, правильно? Потому что такое движение очень тяжело встать. Конечно. Потому что у нас выросло, потом упало. И наоборот. И наоборот, совершенно верно. Но в целом пока тренд на ослабление, думаю, что будет сохраняться. Я понял. Я понял. И, собственно, Костя тоже об этом сейчас заговорил. Ожидание по монетарной политике Центрального банка Российской Федерации. Последнее заседание, ставка на прежнем месте, выступление госпожи Набиулиной и достаточно, даже не откровенное, достаточно очевидное заявление, да, что скорее всего вот в эту сторону вы не смотрите. Мы будем какие-то искать другие пути решения. Ты считаешь, что не будет менять ставка в ближайшее время, там, до конца года? Тут нельзя говорить, что я считаю, потому что следуя вообще из того, что говорил, вот, говорит сейчас новая руководство Центрального банка, да, собственно, предыдущее руководство, в общем-то, придерживало с точки зрения основная все-таки их цель – это инфляция. Я вот неоднократно в различных, как говорится, интервью, что ли, говорил о том, что за последние годы вообще в новейшей российской истории мы имели предыдущие два года относительно низкой инфляции. Предыдущие два – это… Предыдущие два имеется в виду. Одиннадцатый. Одиннадцатый, двенадцатый, то есть это было где-то, помните, там, порядка шести с половиной, ну, там, чуть больше шести. Такого не было никогда, если брать вот новейшую вообще российскую историю капитализма. Да, 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 с девяностого. Это большое достижение. Пусть она, пусть это инфляция официальная, пусть здесь кто-то сомневается, но ничего другого, сомневаются методики подсчета, но ничего другого лучшего не имеем на сегодняшний, на сегодняшний момент времени. Поэтому намерение Центрального банка пытаться все-таки удержать инфляцию в определенном коридоре и каким-то образом приучить, что ли, экономику работать в условиях, ну, будем говорить так, пониженной, она, конечно, не низкая, все-таки, 6%. Ну, пониженной по сравнению с тем, что было инфляцией. Вот это намерение, мне кажется, оно будет сохраняться. Другой вопрос, что если... Извини, пожалуйста, а экономику нужно приучать к этому? Ну, это я образно выразился. Я понял, я понял. Понимаете, одно дело, когда производитель работает в условиях инфляции, у него одна линия поведения, другой вопрос, когда он работает в условиях низкой инфляции. То есть, в любом случае, ему надо... Или отсутствие, это другая линия поведения. Абсолютно верно. Мы работали до сих пор, наши производители работают, знаете, в условиях высокой инфляции. То есть, перейти к низкой, это все-таки требует тоже изменения. И модели бизнеса, и вообще менталитета даже. К этому надо привыкать. Конечно. Это все только два года мы имеем такого. Согласен, согласен. Вот если инфляционные процессы в России в зависимости от различных факторов будут все-таки находиться в определенном каком-то коридоре, который строит центральный банк, ну, вы знаете, на сегодняшний, на текущий год поставлена задача или цель 5-6%. Сейчас мы где-то примерно идем, если в годовом исчислении чуть больше 6-6, там 6-3, 6-4, если брать последние данные. Но я могу допустить, что если мы спустим с 1-6 в годовом исчислении до конца года, то центральный банк может все-таки рискнуть и пойти на снижение процентной ставки. В первую очередь, конечно, ставки РИПО, через которые она рефинансирует весь рынок. Потому что ставка рефинансирования, она в данном случае, скорее, символическая. Опять же, все зависит от обстоятельств. Но центральный банк, и вот в этом докладе о денежно-кредитной политике, он однозначно дал понять, что приоритет все-таки инфляционное ожидание, инфляция. Не стимулирование экономики через вот эти меры монетарные, а все-таки инфляция. Я понял. Ну, а надежды на то, что, Костя, на твой взгляд, надежды на то, что инфляция все же в таргетируемых уровнях удержится до конца года, есть? Ну, понятно, опять можем сейчас говорить, да, последние цифры, о которых Валерий сейчас вспомнил, это цифры связанные с сезонностью, да, ежегодно. Каждую неделю уходит информация по инфляции за неделю, с начала месяца и накопленная с начала года. Вот мы сейчас имеем с начала года накопленные, по-моему, 4,4, в пересчете на годовые это будет примерно 6,3, 6,4. А цель 5-6. Вот, мне кажется, что все-таки пока центральный банк будет выжидать. Тем более, учитывая, что он недавно все-таки дал на аукционе под залог нерывничных активов достаточно большую сумму. Поэтому надо просто посмотреть, как эта сумма отразится на инфляционных процессах экономики. Кстати, вот это тоже такой любопытный шаг центрального банка, да, когда он начал, так сказать, оперировать нерывничными активами. Вы знаете, вообще что-то делать надо. Экономика-то, видите, снижается, что-то делать надо. Нормальное решение такое, нормальное решение, оно лежит в области изменения структуры экономики, о чем много говорится. Но за один день это не сделалось. Это требуется год, если не десятилетие. Но делать все-таки что-то надо, потому что оставлять эту ситуацию в таком виде, как сейчас, это тоже нельзя. Сам простой способ это вот изменение каких-то параметров монетарной политики. И в том числе и на валютном рынке какие-то действия. Ну, действия на валютном рынке принимаются. Поэтому центральный банк сейчас не пытается как-то действовать. Но мне кажется, что он все-таки старается сохранять большую осторожность с тем, чтобы все-таки вот эти завоевания предыдущих лет относительно низкую инфляцию сохранить. Да, эти завоевания, да, они близки сердцу. Кость, на твой взгляд, удержимся мы в таргетированных уровнях инфляции до конца года? Я думаю, что будет 6 с хвостиком. Я не вижу особо факторов однозначного движения к нижней границе. Но что-то на уровне 6, там 6.1, 6.2, наверное, все это возможно. Я, наверное, хотел бы добавить, что в целом ЦБ ведет очень такую грамотную многоходовую игру. Дело в том, что тут нельзя смотреть вот так прям однозначно ставка, не ставка. То есть все не упирается в одну ставку? Все не упирается в одну ставку. Кость, я вынужден прервать. Сейчас мы еще раз новости на финал Эфм послушаем, а потом продолжим наш эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последние 12 минуточек у нас остались. Мы еще успеем о многом поговорить. Я напомню, сегодня мы обсуждаем риски для российского рынка акций и для российской экономики. с каких сторон их можно и нужно ждать. В гостях у меня Валерий Ведокимов, главный аналитик Дородая банка и Константин Комиссаров, начальник аналитического управления ЛОКО Банка. Возвращаемся к нашему разговору. Кость, прервались мы на новости. Итак, мне понравилась твоя фраза. Значит, Центральный банк ведет очень, очень... Ну такая многофакторная игра, потому что дело в том, что надо понимать, что даже если ЦБ сейчас снижает ставку на 0.25, мы всего лишь... Он всего лишь возвращает то состояние, которое было осенью прошлого года, когда он ее повышал на 0.25. Принципиально это, я думаю, не повлияет на какие-то там инфляционные процессы. Это не тот вариант. В основном это ждут рыночные спекулянты в облигациях, потому что это дает 25 бипи дополнительного дохода. Дальше это уже зависит от вашего плеча, которое вы выстроили. Почему ЦБ ведет столь аккуратную игру со ставкой? Потому что трансмиссионный механизм, на мой взгляд, ставка реальной экономики, эта связка не очень сильно работает. Зато очень хорошо... В России не очень сильно работает. Работает ставка, пирамида на рынке репо. И на сегодняшний день ЦБ предоставляет там ликвидности через механизм недельного репо там на пике там по 2,5 триллиона рублей. Ну, надо понимать, что ЦБ, по сути дела, кормит рыночных спекулянтов, дает возможность им заработать, потому что там 2% сверх средней доходности облигаций там ломбардного списка, вы можете на этом деле получать. Насколько это кредитование реальной экономики, я не уверен. Вот. Но это создает достаточно большие риски, потому что у кого-то это может быть третье плечо, а у кого-то это может быть десятое, а на УФЗ можно выстроить сорок восьмое. Вот. И по большому счету ЦБ сам создает некую неустойчивость вот всей этой системы. Стоит ценам на нефть упасть ниже 90, и, грубо говоря, у ЦБ появится очень много других желающих воспользоваться ликвидностью, скажем так, на всех может… По необходимости причем, да? На всех может не хватить без эмиссии денег. Поэтому они пытаются сначала свернуть, склонить рынок, дать какие-то новые инструменты под залог нерыночных активов. Туда входят, допустим, различные предприятия, входящие в список стратегических, опять-таки. Вот, пожалуйста, на год мы вам рефинансируем их кредиты. То есть ЦБ пытается дать какой-то механизм, убрав ликвидность вот этой спекулятивной недельной части в какую-то более длинную, предсказуемую, более характерную для кредитования экономики реального сектора. По некоторым банкам мы вот, допустим, видим крайне любопытную картину, что вот у банка есть пакет облигаций. Он, допустим, лежит, оценивается как инвестиционный. Они под него репуются, привлекают на неделю под 5.50 и выдают в потребы. Вот стоят, строят такую штуку. Насколько это картина устойчива? Ну, все же там полтора года в среднем в потребах, тут не одна неделя, ну вот вопрос. Поэтому здесь идет скорее очень такая, на мой взгляд, взвешенная многоходовая игра. Я думаю, что ставку снизят на 0.25, но принципиально это ни на что не повлияет с точки зрения экономики. Ну, как некий такой баланс интересов будет соблюден. Ну, на ЦБ идет сильное давление со стороны Кремля. Тебя нужно найти как можно больше ответственных за снижение экономических показателей. Передать эту почетную, как бы, флаг еще кому-то сказать. Да, ты будешь не только инфляцией, а еще и отвечать за экономический рост. Нет, нет, я не буду. Да нет, будешь. Да нет, не буду. Да, да, забавно. Забавно. Спасибо, Кость. Кстати, о рынке нефти заговорили. 90 долларов за баррель, да, цифра такая достаточно печальная для российской экономики. Валер, как ты считаешь вообще реально, что мы ее в ближайшее время увидим? Я уж не говорю о много ниже. О много ниже. Ну, вернем к тому, что в самом начале, да, мы смотрели на то, что происходит на финансовых рынках. Нефть достаточно дорого стоит, почти 110 за бочку. Понятно, что, наверное, в большей степени это некая составляющая, да, вот эта ближневосточная сейчас держит ее на этом уровне. Но, в принципе-то, есть ощущение, что не будет такого падения? Я так думаю, что если не брать в расчет какие-то совершенно неожиданные события, которых мы не ждем, отрицательные имеется в виду, и принимать в расчет те ожидания, которые сейчас сформировались, имеется в виду положительные ожидания на рост экономики в Европе, пусть небольшое, но тоже приобретший более-менее устойчивый рост в Америке экономические, ожидания экономического роста в Китае, все это будет способствовать тому, что все-таки спрос на нефть будет поддерживаться достаточно устойчиво. Конечно, на Ближнем Востоке могут быть какие-то вот моменты негативные возникают, но дело в том, что основные поставщики нефти, они сейчас имеют достаточно резервных мощностей с тем, чтобы сгладить вот эти вот возможные колебания. Поэтому, я думаю, если вот мы посмотрим на график нефти, и вот за последние там где-то пару лет, начиная где-то примерно даже больше, начиная с весны, 11-го года, вот некая севая линия 110-115, такая вот полоса 110-115, вокруг нее происходит колебание, но тем не менее, это где-то вот если вот сгладить большие колебания, получается боковой тренд. Вот я думаю, что это все пока сохранится. А уж если экономики вот перечисленные, все-таки процессы, которые там сейчас происходят, приобретут более сильный характер, более устойчивый, тогда не исключено и повышение, да. Кстати, вот возвращаясь к опять фразе, да, достаточно высокие цены на нефть сейчас поддерживаются, да, на достаточно высоких уровнях, ну и уж я не говорю о том, что если благоприятное развитие событий, да, в макроэкономике заставит их еще и подрасти. Надо еще принимать момент, в расчет такой момент, что добыча сланцевого и нефти сланцевого газа рентабельно при относительно определенном уровне цены на нефть, который сейчас он вполне устраивает. Поэтому со стороны США тоже нет никакого интереса каким-то образом на длительный период снижать цены на нефть. Колебания рыночные могут быть, но они были вот, мы смотрим совсем вот относительно недавно, уже эти 2-3 года они были, но они достаточно быстро все возвращалось на определенные уровни. Я еще раз хотел бы уточнить, смотри, при относительно высоких ценах на нефть, российский фондовый в частности рынок все-таки не ощущает никакой поддержки, я уже про рубль не говорю. А дело в том, что у нас корреляционные вот эти связи, они все уже ослаблены, то есть это уже не секрет, что независимо от того, что цена на нефть поддерживается высоко, вы же видите экономическая статистика, квартальная, что там говорить, комментарии никакие не нужны. Вот, и потом, кстати, цена на нефть, это тоже вот на нее оказывает большое влияние и политика центральных банков. Центральных банков в мире, да, в том числе, потому что мы можем, мы сейчас, например, наблюдаем, что некоторые старые, достаточно хорошо наработанные корреляции между различными финансовыми инструментами, они не всегда работают. И не секрет, это многие экономисты крупные тоже говорят, что политика центральных банков, она носит искажения. ФРС, европейский центральный банк. А политика именно вот эта, связанная с ослаблением монетарного? Ну, накачка деньгами, проще говоря, финансовой системой. Американские, ФРС США, европейский центральный банк, японский, японский банк Японии тоже, все это идет накачкой экономики. Поэтому вот этот фактор, привнесенный, он нарушает вот эти сложившиеся корреляционные связи. И тут не надо удивляться, что вот эти корреляции немножко ослабли. Через какое-то время, может быть, они восстановятся, но вот то, что мы сейчас видим, это вот может быть в том числе и элемент искажения вот этих связей. Я помню в разговорах с начинающими слушателями, в частности, те, кто приходит учиться и в будущем мечтает зарабатывать на финансовый рынок, на фондовый в частности, было так достаточно забавно слышать, что, ну что, российский фондовый рынок, это так просто. Вот смотришь на нефть и, соответственно, смотришь на рынок. Все, нефть растет, покупай, нефть падает, продавай. А сейчас уже так не скажешь, Костя. — Ну, вы знаете, я бы здесь, конечно, еще, может быть, чтобы внести некую ложку дегтя в такую благополучную картину. Хотя я в целом тоже согласен, что навряд ли какие-то колебания будут. Просто для размышления обратил бы внимание на два фактора. — Это мы о нефти сейчас говорим, да? — А кому идти с год назад? Кто из экспертов, присутствующих в этих студиях, в других, мог сказать, что золото будет стоить 1200? — Да, 1200. — Это почти в два раза падение от своих районов. — Я знаю людей, которые активно покупали и по 1650, и по 1700, ожидая там. — Вот раз. Информация к размышлению. Два. Посмотрите, что произошло на калийном рынке, всегда считалось, что это олигополе. Производители контролируют весь процесс. Пошла трещина. Где сейчас будут находиться цены на калийные удобрения? Не может ответить никто. Еще недавно они были 400. Уже говорят про 250. Хотя там ситуация в чистом виде олигополе, когда две сбытовые компании контролируют практически весь рынок. — Весь рынок. Ну вот просто в силу некоторых причин произошла трещина. И все это дело рухнуло. По нефти обычно говорят, ну вот бюджеты там всех этих стран с 90 на 100, и все это не может никогда треснуть. Вот просто как информация к размышлению может. — Да, да. Ничего нет невозможного, да, стоит вспомнить в этой ситуации известную фразу. Действительно, да. Мы предполагаем, а Бог располагает, что называется. Поэтому, конечно, что-то произойти можно. Ну и к этому нужно готовым быть. Вот и все. Ничего угадать нам наверняка, да, на 100% не удастся. Ну да ладно. Спасибо огромное, уважаемые слушатели. Я буду закругляться. Я еще раз с удовольствием представляю. Сегодня в студии сухого остатка были мои коллеги Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордефбанка, и Константин Комиссаров, начальный конкретического управления Локобанка. Определяли мы сегодня основные риски для российского рынка акций. Боже мой, стоит его пожалеть, потому что со всех сторон сплошные риски. И извне риски, и внутри риски. Куда ни посмотри, везде риски. Ну, я думаю, несмотря на это, все равно мы будем жить. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До завтра.